А я убедала. Я вам не помешаю, я на несколько минут. Я могу подождать. Помилуйте, помилуйте, Юрий Павлович, как можно? От обеда мы еще успеем. Эксперт, где он-то? Пойди, затвори дверь. Вашим услугам, покорный шприц. Благодарю вас. Благодарю. Благодарю. Скажите, скоро ли можно продать дом? Ну, коль покупатель имеется, недели две. А то и месяц пройдет. Долго, долго, долго. Мне бы хотелось поскорее отделаться от своего имени. Извольте, извольте, займусь этим делом. А не купите ли вы сами у меня? Сейчас. Уберю слово. Я сейчас недорого возьму. Не куплю. Расчета нет. Да я вам покупателя за настоящую цель найду. Я очень дешево продаю. А зачем продавать дешево то, что дорого стоит? Это плохая коммерция и упал. Нет, это мое имение, если я желаю дешево продать. Да-да-да, совершенно справедливо, только извольте обращаться к другому покупателю, а не ко мне. Кушать не угодно ли? Пожалуйста, к столу. Благодарю. 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 Флор Федулович. Флор Федулович. Вот вы, давеча, приезжали занять денег у меня. Ну, так точно. Приезжал. Теперь я приехала к вам. Занять денег. А я взаймы не даю. Я вам большие проценты заплачу. Обидно слышать, если хотите большие проценты платить, обращаюсь к рисковщикам. Я их не знаю. Не дай бог знать. Я их не знаю. Я их не знаю. Флор Федулович. Флор Федулович, мне нужны деньги. Не может этого быть. Извините, Юрий Павлович, я вам не верю. Зачем вам деньги-то? Вы не торгуете. Что вам нужно, хотел бы я знать. Богатый гардероб, экипажи. Ну, если птичье молоко, извольте, я все достану, а денег я не дам. Вы меня обижаете? Я не милости пришла просить у вас. Я сама имею большие средства. Я прошу только одолжить меня на короткое время. Через месяц или два я вам возвращу. В таком, она уже и не знакома, и люди мне отказывают, конечно, если вы хоть сколько-нибудь расположены ко мне. Ну, нет у меня денег. Занимаюсь сам. Ну, нет у меня денег. Нет! Я вас не узнаю. Молодая, хорошенькая женщина. Просто вас займу, вы отказываетесь, с ума сошли. Что за что? Ну, 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 давайте деньги. Приказку вам. Плохо приказывайте. Уж, коли приказывать надо построже, а просить так поучтивее. Слово и дурничь. Горубчик. Я ведь... Я ведь никому другому не обратилась. Прямо к вам. Свините. Я это. Свиню. Пицц. Расположение женщины. Так мы с луками можно приобрести. Это правда. Женщины капризны. И чтобы исполнить свой каприз. Они готовы на все. Это интересно. Женщины, перенейте. Я ведь... Довича. Отказываюсь от ваших услуг, да? Теперь я ведь за мной на них напрашиваюсь. Вы ведь... Вы меня любите. Дмитрий Федорович. Желаете мне добра? Да всей душой желаю вам добра. Но того и денег не даю. Милый. 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 Ну, Федорович. Это милый. Муголубчик. Это... Да. Господи. Страх какой. Ну, милый. Еще тут снова все время забываю. Котик мой! Ах ты мой кыш придал, мой кыша! Вы меня извините, Еруль Павлович! Вы меня извините, банка в этих позициях мы уже видели, только другой сорт. Ну, ну, что же, значит, во всю, вот в этом, вот, мою искренность. Что же, не верите, да? Да? Да не верю! Не верю! Зачем вам деньги? Правду вам сказать не могу. Обманывать я вас не хочу. Я без этих денег не сумею домой возвратиться. Печально, деньги это не для вас. Вы отчеты требовали. Да, Господи, никакого отчета мне не надо, я без отчета знаю, куда все ваши деньги делись. История простая. Любовь у них вас бросает их. Все, давайте, закончим этот разговор. Еруль Павлович все равно ни к чему не приведет. Все, хватит, пойдем. Это последняя жертва, которую я для него делаю. А через неделю наша свадьба. Еруль Павлович, вот беда-то какая. Не верю я в вашу свадьбу. У вас зависит часть и вся моя жизнь. Не губите меня. Не губите. Не губите. Не надо. Борь Федорович. Вот так, не надо, не надо. Встаньте, встаньте. Да встаньте, ну не надо, ну встаньте немедленно. Ну что, ну Юль Павлович, ну, господи ты, боже мой. Вот беда-то какая, а. Беда-то какая. Не сумею я Юль Павлович допустить, чтобы вы считали меня злодеем. А. Много ли вам нужно? Очень много. А. Шесть тысяч. Сколько? Шесть тысяч. Ну все? Все. Грустно-то как Юль Павлович. Господи ты, боже мой. Ну как же, ну как же это грустно. Ну как же вы из-за такой малости-то, ну, пришли и встаньте. Ну, ну не надо, ну встаньте, ну Юль. Из-за того себя унижаете, а. Да, мы его никто не знают, я надеюсь не узнают. Вы же пощадите меня. Да, да, вот, без сомнений, извольте получить и все. Забудьте о нашем разговоре, Юль Павлович. Все. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас.